Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Полина Бахова. И сегодня у нас в гостях Юлия Потапова и Сергей Петров, руководители образцового коллектива Театр народной песни «Теремок». Здравствуйте, Юлия! Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте, Полина! Очень рада видеть вас у нас в студии. И, честно говоря, знакома с вашим творчеством и всегда искренне удивляюсь таким людям, потому что в наш сложный век, быстрый век цифровых технологий, донести людям русскую культуру, фольклор очень сложно. И вы занимаетесь этим, занимаетесь с детьми. Откуда у вас любовь к этому? Ну, во-первых, это наша специальность с Юлией. А во-вторых, наверное, это наша жизнь. Мы этому учились очень долго. И, наверное, без этого никак нельзя обойтись, потому что народная культура – это наши корни. Но кто привил вам эту любовь? Это же были, скорее всего, люди, учителя, педагоги, проводники, какие-то случаи знакомства. Ну, тут я, наверное, расскажу свою историю, как у меня это было. Я учился в музыкальном училище в Ульяновском по классу баян. Я инструменталист. И у нас заболел педагог по ансамблю. И нам инструментальный ансамбль – это когда 3-4 баяниста, домристка, бас-балалайка. И нам инструментальный ансамбль заменили на фольклорный. У нас было жуткое неприятие, потому что, наверное, как и у всех, ну, что такое фольклор был в моем тогда понимании? Это какие-то нарумянинные щечки, это какие-то однотипные сарафаны, обязательно какой-то большой кокошник смешной. Ну, кроме юмора у меня никаких других ассоциаций не было со словом фольклор, да? И Николай Ильич Кондрашин был моим проводником в мир традиционной народной музыки. Самая первая, наверное, песня, наверное, вот она и была такой определяющей в сознании, это была рекрутская песня Нижегородской области «Ахсармовская большая дорога». И когда он рассказал, кто такие рекруты, что такое рекрутский обряд, и сама песня настолько меня вдохновила, что я понял, что я прикоснулся к чему-то настоящему, а потом, конечно, начал приобщаться, приобщаться более. Училище я закончил как баянист, съездил в Самарский государственный институт культуры на день открытых дверей, там была Олимпиада проводилась, я эту Олимпиаду выиграл, меня пригласили без экзаменов в Самарскую государственную академию, она тогда называлась, это сейчас институт культуры, меня пригласили без экзаменов поступить, я приехал, подал документ, так и закрутилась моя жизнь в мире фольклора. А вы, Юлия? Ну, практически, наверное, так же, потому что я также инструменталистка, я закончила музыкальную школу и музыкальное училище по классу аккордеон только. И с красным дипломом. С красным дипломом. Молодцы. Ну да, в принципе, это большой факт. Никуда не денешься. И так же, как у Сергея в музыкальном училище, вы знаете, наверное, с течением времени понимаешь, что в музыкальных школах, либо вот в среднем специальном образовании работают такие преподаватели, которые, наверное, очень и влияют на твою дальнейшую судьбу. Потому что у Сергея училище, у меня также преподаватель по народному пению и руководитель на тот момент самого студенческого, самого обыкновенного фольклорного коллектива, а сейчас, постараюсь не ошибиться, это заслуженные работники культуры, Наталья Николаевна Кузнецова у меня, они вот стали такими нашими наставниками, которые направили и дали понять, наверное, что вот нужно идти туда, нужно идти петь, нужно идти на сцену, нужно, несмотря на то, что мы были на этой сцене, но с инструментом, да, немножечко другая совершенно специальность. Но, тем не менее, в консерватории, я училась в Саратской государственной консерватории, я пошла на народный хон, на народный вокал, и там уже, конечно, я занималась у народной артистки России Елена Андреевна Сапоговой, был у нас замечательный руководитель кафедры, наверное, это так правильно назвать. Заведующий? Заведующий, да. Ну, в общем, не знаю, вот такие какие-то преподаватели нам встречались, которые дали желание не бросать, дали желание развиваться, и я уже говорила ранее, да, что мне бы, например, хотелось быть таким преподавателем, о котором вы вспомнили. Ну вот, мы с вами подошли к этому, вы же сегодня уже сами преподаватели, вы, у вас два детища, да, насколько мне известно, это образцовый театр «Теремок», и это ансамбль народной песни «Заряночка», да, у Сергея? Расскажите про них. Ну, если говорить про «Теремок», начнем, пожалуй, с него. В 2013 году я закончил свою работу у народного артиста Владимира Девятого. Кстати, чтобы вернуться к прошлому вопросу, Юлия Николаевна у нас молодец, она там озвучила всех своих педагогов. Я хочу, как в этой известной передаче у Якубовича, тоже передать привет и сказать, что у меня тоже были такие важные люди в жизни. Это Николай Ильич Кондрашин самый первый, Людмила Александровна Терентьева, Наталья Владимировна Бекметова, Владимир Сергеевич Девятов, народный артист России. Много людей, но вот эти вот четыре человека, наверное, такую эпохальную внесли лепту в мое становление, наверное, преподавателем. Если говорить про «Теремок», я вот как раз закончил работать у Владимира Сергеевича Девятого, ну, потому что у меня уже было за 30, и мне хотелось чего-то своего. И я работал концертмейстером в школе искусств-классика. И на тот момент я открыл вокальную студию и назвал ее «Теремок». Платная. Это были платные занятия. Это были платные занятия. Надо заметить. Кстати, если говорить про тот состав, два человека с того состава до сих пор ходят. Да, девчонки у нас есть. Прошло 8 лет. Сколько? 8 лет прошло, они уже выросли. Они уже выше нас. Они такие все красивые девчонки. Но они не пошли по этой же стезе? Они до сих пор занимаются в «Теремке». Они до сих пор ходят на занятия, они выступают, они имеют диплом в музыкальной школе. С окончанием они его получили, но они не бросают, они приходят на занятия. Более того, они стараются не пропускать каждую репетицию, хотя никто их не может обязательно. И это, наверное, главный показатель, главная состава вашей работы. И вот с того состава еще две девочки до сих пор ходят. Это Чеканина Саша и Ретевых Аня. И им всего по 14 лет, то есть большая часть жизни у них прошла в «Теремке». Дату рождения своего коллектива «Теремок» мы считаем 23, по-моему, ноября 2014 года. Почему именно эта дата? Потому что после года работы с этой вокальной студией мы приняли участие в нашем «Серебряном олене», где выиграли в своей номинации конкурс. Бурятство мы получили. И это было первое упоминание о Театре народной песни «Теремок». Поэтому дату образования коллектива, дату рождения нашего коллектива считаем именно эту. Этот день. Этот день. Сегодня у вас, кроме Театра «Теремок», у вас есть еще и «Заряночки». Очень нашумевший коллектив в нашей области. Но он не настолько нашумевший, наверное. Пока еще, но в перспективе. Уже обладают они и премиями, и грамотами. Я знаю, и победители они, и конкурсов. Вы знаете, они молодцы. Если они смотрят эту передачу, я просто могу сказать, что я от них в восхищении. Я каждый раз езжу на работу с большим удовольствием. Женский коллектив – достаточно сложная такая структура. Потому что, ну вообще-то, потому что это женский коллектив. Потому что многие связи приходится где-то подавлять, где-то наоборот подчеркивать. Но каждый раз, когда я еду на репетицию, я еду с открытой душой. Потому что каждая репетиция не похожа на любую предыдущую. Они с таким уважением ко мне относятся. Они с такой радостью всегда бегут на репетицию. И когда, если что-то случается, или я там приболел, или у меня какой-то выездной концерт, какая-то командировка, они мне пишут, они мне звонят, когда у нас будет репетиция. Просто когда репетиция, они приходят и говорят, ну, наконец-то, этот день настал. Ну вот есть разница в работе с коллективом, где возрастные пожилые дамы, и с коллективом, где дети? Есть ли какие-то особые, может быть, подходы в работе? Потому что возрастные критерии очень разные. Ну, я бы не сказал, что «Заряночка» такой уж прям возрастной коллектив. Там есть такие барышни, которые даже моложе меня. Да. И эти барышни приходят, приходят и приходят. То есть коллектив растет. На тот момент, когда я принимал коллектив, там было 4 человека. Сейчас у нас почти 18 человек, и это уже хор. То есть мы уже выступаем в номинации не только ансамбли, но и свыше 12 человек уже считается хор. Поэтому мы осваиваем новые для себя партитуры. А по поводу работы с детским коллективом и с взрослым коллективом, конечно, есть своя специфика. Потому что дети, они же как губка. Они чувствуют тебя. Наверное, что-то это можно такое звериное даже усмотреть в этом, в хорошем смысле слова. Потому что они чувствуют и по запаху тебя, и потому что с каким ты настроением пришел. Ну, если учесть, что у них головы достаточно незабитой информацией, поэтому туда можно легко вкладывать ту нужную информацию, полезную. Ну, во всяком случае, я так считаю. Может быть, субъективно. Все-таки взрослый коллектив, там уже устоявшиеся личности. Там совершенно другие подходы. Они профессионалы или они... Нет, это смазительный коллектив. Но на самом деле звучат сейчас достаточно прилично. Очень. Они выступают просто шикарно. Достаточно прилично. Но это все идет от желания. Пока нет желания, ничего не получится. Кстати, и в Теремок мы отбираем по такому же принципу. Никогда никакого отбора в наш Театр Народной Песни Теремок мы не проводим. Это наша принципиальная педагогическая позиция. То есть, главное, чтобы ребенок хотел. Да. Главное, чтобы он хотел. И главное, чтобы... Но без родителей тоже не обходится. Чтобы у родителей была возможность их приводить на занятия. Возможность. И понятно, что для каждого родителя свое чудо, она самая лучшая. Ну и как проходят ваши трудовые будни? Сколько репетиций? У вас очень много концертов. Насыщенная программа, насыщенная жизнь. Какая она? Вы знаете, каждая репетиция, я уже говорил, не похожа на другую. Репетиция, ну, для меня праздник. Для Юли я тоже уверен, что это... В Теремке мы встречаемся три раза в неделю. Встречи наши, понедельник, среда, пятница по вечерам, радостные. А вот расставания длительные. Потому что, заканчивая в девятом часу вечера, мы обязательно просим, а еще поиграем. Когда у вас уже, наверное, нет силы. Ну, на самом деле, от детей, как ты отдаешь, так ты от них подзаряжаешься. Вот хотела добавить, да, Сергея, что если есть желание, хоть и взрослых, хоть и детей, ты чувствуешь вот этот энергетический обмен, и тогда не можешь отказать ни в игре детям, ни в более продолжительной репетиции взрослым. Сережа тоже с Зарянчиками встречается по вечерам. И я каждый раз говорю так, ну что ты там, все, закончила? Говорит, нет, еще время там 9.20. 21.20. Сейчас мы еще одну и расходимся. Да, поэтому мы подпитываемся как преподаватели за счет детей, за счет их какой-то фантазии, за счет их... Непосредственности. Не знаю, искренности. Энергия у них особая. У нас даже в постановках какие-то есть моменты, когда мы там что-то, Сергей Владимирович, ну как здесь придумать? А давайте вот так вот, Сергей Владимирович, а давайте вот так? Да давайте попробуем. И какие-то моменты вот в наших, мы же стараемся театрализованно обязательно показать, не просто песню спеть, а ее сыграть именно на сцене. Поэтому какие-то моменты, я говорю, ну вот, вот дети, и все от них идет. А еще как готовитесь к постановкам? Что-то, наверное, изучаете, историю, смотрите репертуар, может быть, других коллективов? Или это такое, что на эмоциях происходит? Нет, конечно. Ну, по своей практике могу сказать, что нас, например, многому в консерватории учили. У нас был предмет актерского мастерства, поэтому мы знакомы. У нас с нами работал в свое время очень хороший режиссер театра драмы, который научил нас, наверное, вот этим каким-то специфическим театральным тонкостям. Тонкостям. Да. Дал нам вот эти вот знания, и они пригождаются очень сейчас. Потом работа на сцене у Владимира Девятого. Там же тоже у нас были целые постановки. Определенный опыт. Да, это совершенно другая грань, которая также используется. Ну, невозможно, все, что ты наработал с годами, невозможно это все забыть. Все равно это применяется на детях или на взрослых, используется в работе. Ну, учеба, учеба, мы посещаем, Сережа, частенько мастер-классы всевозможные. Постоянно все равно, да, вы совершенствуете навыки. Когда вывозим детей и взрослых на конкурсы, там происходит большой обмен, потому что ты смотришь на другие коллективы, да, что-то для себя отмечаешь, делаешь какие-то выводы. Юлия Сергея, у вас не только творческий тандем, у вас же еще и семейный тандем. Как это можно совмещать? То есть дом, у вас замечательная дочь, воспитание дочери, которая тоже буквально с рождения на сцене, за кулисами, в вашем творчестве, с русскими народными песнями. Как вы это все умещаете? Ну, я говорил в самом начале, что фольклор – это наша жизнь. Жизнь во всех смыслах. Вот такой прекрасный результат этой жизни у нас появился. Есенина Сергеевна у нас молодец на самом деле. Я иногда поражаюсь ее усидчивостью, я поражаюсь ее терпению. Ведь вытерпеть двух творческих людей в одной семье достаточно непросто. Она умеет не только это вытерпеть, она умеет взять лучшее, ну и воспроизвести это. Каждый день у нас какое-то что-то интересное. Она нам тоже выдает очень часто. И, наверное, же вдохновляет. И вдохновляет, конечно. Глядя на малышек, хочешь что-то придумать новое. Потому что, как вы вначале сказали, жизнь не стоит на месте, и все быстрее, быстрее, быстрее. Время диктует свое. А есть у вас какая-то градация? То есть, ну вот, я отвечаю за это, а вы отвечаете, например, Юля, за это. Или вы это все делаете вместе хаотично? Ну, это не то, что хаотично. Ну, Юлия Николаевна, надо признать, отвечает за внешний вид коллектива. Вот. Я немножко похвалюсь. Потому что я считаю, что дети, кроме того, что они поют, они танцуют, они играют на шумовых инструментах, они еще у нас красиво выглядят. У нас же непростые костюмы. У нас непростые кости. Вот я хочу на этом заострить внимание. Я выбрала для себя традиционный крой, но мы берем современные уже материалы для работы. И вот так каждый ребенок, это у нас такая конфеточка на сцене. А вы, Сергей, у вас какие обязанности? Ну, если Юля у нас из той поговорки встречает по одежке, то провожает по уму. Это моя часть. Это моя часть, да. Потому что то наполнение. Вы знаете, очень сложно. Дети очень юные. То есть, если два человека, три человека, которым нам по 13-14 лет, все остальные ребята младше 10 лет. И в своем возрасте они уже большие мастера. То есть, дети приходят с пяти, с четырех лет. И проходя такую сценическую школу с театром Теремок в течение пяти-шести лет, они приобретают колоссальный опыт. То есть, сейчас это дети не похожие на других, ни в своем классе, ни в своем окружении. Очень сложно удерживать тот багаж, который мы за все восемь лет, который существует Теремок, за все восемь лет, которые мы приобрели, наработали. То есть, сейчас чистого звучания театра Теремок, ну, это порядка, ну, 140 минут точно. То есть, 140 минут чистого звучания, причем качественного, это достаточно сильно. И удержать этот багаж очень сложно. Потому что каждый год мы что-то представляем новое. То есть, в этом году у нас такой удачный год, мы получили звание образцовый коллектив. Это вот прям та вершина на данный момент, это радость. Просто что это заслуженно. Они у нас большие молодцы. Хотела, да, сказать, что вы никогда не стоите на месте, вы постоянно движетесь, участвуете в конкурсах, вы мелькаете на всех практически городских праздниках, мероприятиях. Какая ваша самая большая награда, которая вам важна, которая, может быть, досталась непросто? Самая главная награда – это внимание зрителей. У нас есть постоянные подписчики на каналах. Но это вот веяние вот этого 20-го года. Потому что не будь этого 20-го года, наверняка у нас этого не было. Да у многих этого не было бы. Потому что 20-й год дал такой толчок цифровизации каждого коллектива и каждого исполнителя. И это вот плюс. Несмотря на все минусы этого года, вот это большой был плюс. И самая главная награда, что нас слышат, нас любят в Комитете по культуре Одинцовского городского округа Московской области. И лично Ирина Евгеньевна Ватрунина. Юля, ну и у вас последняя очень солидная награда. Вам вручили премию губернатора «Лучший работник дополнительного образования в сфере культуры». Да, это, кстати, тоже награда 20-го года. В прошлом году мы, наверное, стоит вспомнить наше пособие, да, Сергей Владимирович? В 2019 году мы... Знакомое лицо? Да, знакомое лицо Зинькина. Выпустили, это первый выпуск, учебно-методическое пособие. Особие рекомендую всем преподавателям, которые занимаются с детками, да и не только с детками, да, потому что здесь есть наши сценарии. И самое главное здесь большая разработка Сергея Владимировича по хореографии. Нас очень часто учат петь, красиво выйти на сцену, улыбаться, но зачастую не учат танцевать именно народной хореографии. Поэтому вот благодаря Сереже, который все это собрал в систему, и мы выпустили это пособие, наверное, я так думаю, это большая часть вот к той заслуге лучше по профессии, потому что мы отправили вот это пособие. И из народного отдела была масса звонков, что кто это такие, ой, что-то интересное, необычное. Что-то новое, необычное, да? И, наверное, не совсем ожидаемое, потому что мало литературы по обучению именно детей. Вот с самых азов. Как? Как? Вот пришел ребенок, что? Как его научить правильно ходить, правильно топить, хлопать и так далее. В игровой форме или... В игровой, конечно. В игровой. Ну, давайте, Сергей Владимирович, не будем отрицать. Игра – это большая часть. Понятное дело, да, есть определенные упражнения, которые дети должны выполнять, которые они повторяют за преподавателем, да, индивидуально, группами. В системе. Все. Работает система просто отлично. И вот эта награда, это лучше по профессии, эта награда наша Сергею Владимировичем. Потому что, ну, к сожалению, нельзя было двух, да, двум дать сразу. Но я всегда... Но вы неразделимы. Да, но я всегда говорю, что, наверное, уже надо смириться, что наш семейный подряд – папа, мама, я – фольклорная семья. Это точно. Везде вы вместе. Везде мы вместе. И, ну, наверное, это вот наша специальность и наша профессия. И в этом, кстати, ваша уникальность. Скажите, пожалуйста, какие-то у вас есть мечты на будущее? Даже не хочу говорить планы. Есть что-то такое прям грандиозное, о чем даже сейчас пока подумать страшно? Ну, очень хочется. Мечты, конечно же, есть. Планов очень много. Наверное, будем расти так и далее, потому что невозможно останавливаться, невозможно стоять на месте. У нас впереди в ближайшее будущее выступление на нескольких конкурсах. В ближайшее время Театр народа песни «Теремок» едет на конкурс «Суздаль». Будем надеяться, что наше выступление будет успешным, и мы с вами позже поделимся впечатлениями. Сергей, а у вас какие мечты? Может быть, у вас что-то там другое, более прагматичное хочется или более масштабное? Вы знаете, нет, я довольствуюсь всегда малым. Вот живем – хорошо, есть работа – хорошо. Девиз по жизни самый простой – не надо быть лучше всех, надо быть лучше, чем вчера. И все остальное будет хорошо. Спасибо вам огромное, и мы желаем вам благодарных зрителей, талантливых учеников. Приходите к нам еще. До свидания. Спасибо огромное. Спасибо за приглашение. Мы прощаемся с вами, увидимся в новых передачах на ОТВ.